Привет и добро пожаловать в бисерное королевство зеленой птички. Меня зовут Татьяна и у нас сегодня будет урок, как сделать такие классные снежинки из бисера Делика. Но на самом деле не только из бисера Делика их можно делать. Из 11 бисера обычного круглого они получаются тоже очень красивые. Вот посмотрите, это круглая, а это из бисера Делика. Этими снежинками можно украшать елку настольную красивую, можно повесить на сумочку, будет брелок с новогодним настроением. Можно это вешать на подарки, украшать подарки, но я буду делать сережки. У меня получились вот такие классные, красивые новогодние, зимние сережки. Список материалов, которые я использую, вы найдете в описании под этим видео. На самом деле не так-то уж много вам и нужно. Бисер Делика двух цветов, нитки и игла для бисероплетения. Все, что я использую, продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. В описании я оставляю ссылки, вы можете зайти в магазин и сделать заказ с доставкой к вам домой. Либо приезжайте к нам в Москву, на улицу Большая Черемушкинская, дом 25, строение 97, крыльцо с гирляндой. Это творческое, красивое, наполненное радостью, счастьем, вдохновением пространство порадует вас огромным выбором бисера, бусин, инструментов. Всем-всем-всем для создания классных, красивых украшений своими руками. Так что приезжайте к нам, заходите к нам в интернет-магазин, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и начинаем наш урок. Начинаем плетение с того, что набираем на иголку 18 бисерин. Здесь у меня золотая Делика, гексагон, то есть граненая, шестигранная Делика. И замыкаем кольцо. Замкнули кольцо, вот так. И сейчас по кругу еще раз пройдем. Укрепим дополнительно его, по всем бусинкам еще раз, по всему кругу мы проходим. Вот так, опа, замкнули кольцо и два раза прошли. Сейчас еще через соседнюю бисеринку, чтобы можно было затягивать. Замкнули кольцо, прошли через него два раза. Теперь набираем две бисеринки. Здесь у меня опять будут золотые Делики. Набрали две. И смотрите, ныряем вот сюда, в соседнюю. Делаем плетение эндебеля. Это плетение эндебеля, начало его точнее. И эти две бисеринки нам надо будет уложить елочкой, вот таким вот образом. Обязательно расправляйте их вот так, чтобы они легли вот таким вот образом, видите? Теперь мы пропускаем одну бисеринку, вот эту вот. Оставляем тут и проходим через одну, ничего не набирая. Видите, что у нас тут получается? Мы получается вот так вот сделали и теперь подтягиваем. Вот. Бусинка нырнула туда, у нас получается так. Теперь две набираем. Набрали две. Проходим в следующую вот сюда. Следите, чтобы там внутри не прокалывалась нитка. Это очень важно. Теперь эти две бисерины мы укладываем опять елочкой. Елочкой не уложили, дальше не плетем. Это очень важно. Вот сейчас прям вот так их раз-раз-раз-раз-раз. Подтянули, уложили. Вот. Вот так вот. Елочкой это вот так. Они должны лечь таким вот образом. Теперь вот эту мы пропускаем. Оставляем ее здесь одну. И выходим в следующую через одну вот сюда. Здесь снова подтягиваем. Нам сразу нужно сделать первый ряд таким, чтобы у нас все бисерины легли как нужно. Вот. Видите? Опять. Вот так вот сделали. Подтянули. Теперь снова две. Снова входим в соседнюю. Прям вот сюда. И опять укладываем это все елочкой. Везде обязательно все подтягиваем. Это очень супер важно. Иначе у нас первый ряд, если не задастся, то не зададутся и все остальные. Теперь снова вот эту мы пропускаем, которая тут у нас пропустилась. И входим в следующую. После нее вот сюда, видите? Одну пропустили, через одну прошли. Подтягиваем. Снова здесь обязательно надо подтянуть так, чтобы эта бисеринка оказалась внутри. Вот так прям подтянули, подтянули. Все. Вот так получается. Теперь снова две. Мы продолжаем делать то же самое по всему кругу. Две набрали, сразу же в соседнюю прошлись. Тут же сразу их укладываем обязательно елочкой. Елочка это вот так. Следим, чтобы предыдущая тоже оставалась натянутой. Если она такой не остается, значит мы ей помогаем. Подтягиваем. У нас должно вот так получаться. Теперь снова одну пропускаем. Через следующую проходим. Сюда. Тоже все подтягиваем таким образом, чтобы эта бисерина ушла внутрь. Подтянули. Видите, как у нас получается? Снова две. Опять соседнюю. Укладываем елочкой. Помогайте себе пальцами, иголкой, как хотите, но здесь все должно быть ровно. Вот так. И продолжайте. Пропустили одну. Через одну прошли. Подтянули. Две набрали. Сюда нам. Последнюю. Елочкой уложили. Еще раз уложили, если не укладываться. Это прям супер важно. Сделать все нормально сразу на первом ряду. Смотрите, здесь последний ряд. Последняя такая деталька. Мы опять пропускаем вот эту одну бисеринку. И идем наверх через вот эти две бусинки. Видите? Посмотрите, куда я вошла. Вот сюда. Поднимаемся наверх на луч. Здесь подтягиваем. Вот эта бисерина должна стать, как все остальные, внутрь. Внутрь. Посмотрите, чтобы это все было. Вот так у нас сейчас должно получиться. Теперь мы начинаем доплетать луч. Снова две бисеринки набираем. Здесь у нас элемент эндебели. Тут мы всегда будем плести эндебели. Эндебели это две набрали. И проходим вот сюда. Укладываем. Укладываем их елочкой. Такая красота у нас получается. Теперь набираем одну белую делику. И проходим сюда, в соседнюю бисеринку. Вот так. Видите? Набрали делику, прошли через лучик. Здесь мы уже проходим через одну. Набираем две. Опять проходим вот сюда. Подтягиваем, укладываем елочкой. И снова набираем одну белую между ними. Сейчас будем так делать по всему кругу. Белую укладываем. Теперь две золотых. Вот там, где мы выходим из луча, мы набираем две золотых. И продолжаем этот луч красивый строить. Он будет длинный, красивый. Вот так. А здесь мы набираем одну белую. То есть получается мы вставляем по одной белой бисеринке между лучами. Снова две золотых. Снова белую. И так претем до конца круга. Когда мы дошли до конца, вот здесь вот мы проходим уже через две бисеринки сразу. Потому что первый луч, он у нас длиннее. Поэтому мы проходим сразу через две. Вот сюда, наверх этого луча. Видите, мы попали, пройдя через две бисеринки. Вот так. Все подтягиваем, подтягиваем. Наслаждаемся. И какая красота у нас получается. Вот такая снежинка. Мы сейчас будем добавлять еще. Теперь, когда мы оказались здесь, на вершине луча, мы продолжаем наращивать наш луч. Две бисеринки набрали. Проходим через вот эту. Делаем плетение эндебели. Вот таким вот образом. Укладываем. Обязательно всегда здесь укладывайте, чтобы они сразу заложились красиво. А тут мы теперь будем набирать одна белая. Проходим через ту белую, которая у нас уже здесь есть. Подтягиваем. Снова белая. Проходим через вот эту золотую, верхнюю часть луча. Вот так прошли, подтянули. И все. Теперь таким образом будем плести весь круг. Набрали две золотых. Прошли через вот эту золотую. Наращиваем луч. Обязательно сразу же укладываем красиво. И тут белая. Идем в белую. Снова белая. Идем в луч. Вот сюда. Вот так. Таким образом проплетите весь круг. Получается вот так. Когда мы набираем последнюю белую, мы выходим через две золотых на вершину луча. Вот таким вот образом. Сюда мы раз. Сразу через две прошли. И начинаем новый ряд. На вершине мы продолжаем строить вершину, чтобы снежинка была красивая. Опять две бисеринки набрали. Проходим вот сюда. Укладываем тут все. Вот так. Дальше. Одна белая. Проходим через белую. И сразу через вот эту белую. Сразу через две белых, которые здесь у нас были. Набраны. Мы их как бы объединяем вместе. Теперь снова белая. И выходим в золотую вершину. Здесь опять у нас две. Ныряем сюда. Снова. Одну белую набрали. Через две белых последнего ряда вот так прошли. Вот так сюда. Оп. Нырнули. Подтянули. Снова белую. Опять две золотые. Через вершину прошли. Укладываем сразу здесь красиво. Это важно. Я больше не буду повторять, но вы просто знаете. И таким образом плетем целый круг. Последняя бусинка. Точно так же мы проходим через две. На вершину нового луча. Сюда. Через две последние золотые мы выходим. Укладываем. У нас получается вот такая красота. Посмотрите, как здорово выглядит снежинка. Сейчас. Можно останавливаться в любой момент. Я останавливаться не хочу. Я продолжаю. Две набираю золотых. Ныряю сюда снова. Опять их укладываю. Все. Последний раз сказала. Дальше белая. Прохожу через одну белую. Через вот эту. Теперь у меня будет золотая. Сюда я наберу золотую. Пройду через вот эту белую крайнюю. Сюда. Получается вот так. Смотрите, как красиво получается. Здесь снова набираю белую. Теперь две золотые. Наращиваем вершину. Укладываем. Снова белая. Проходим вот сюда. Через крайнюю белую. Теперь золотая. Проходим снова через крайнюю вот эту. Следующую белую. Еще раз белая. Выходим сюда. Через вершинку. Снова две золотых набираем. Делаем очередной стежок эндебели. Уложили. И по всему кругу проходим таким образом. Кстати, я знаю, вы заметили мое шикарное кольцо. Классные новости. Я сделала его сама и сделала мастер-класс. Здесь в подсказках я оставляю для вас ссылку на видео. Вы можете сделать такую красоту своими руками. Кстати, если вы плели такое кольцо по нашему мастер-классу, то вы с этой снежинкой справитесь на раз-два. Они делаются практически одинаково. Смотрите, у меня остается последняя белая бисеринка. Я ее набираю. И прохожу. Теперь уже не обязательно через две проходить. Можно через одну пройти, вот эту золотую. Все. Мы нашу звезду закончили. Теперь мы просто закрепляем нитку. Пройдемся, попетляем там-сям, сделаем несколько узелочков. Ну, давайте вот прямо сейчас я вам покажу, как я делаю узелки. Я беру между двумя бисеринками, цепляюсь, прохожу иголкой, затягиваю вот так вот до конца. И теперь в образовавшуюся петельку ныряю еще раз. Тяну, тяну, тяну. И этот узелок я укладываю между бисеринок. Вот так подтягиваю. Получается, мы здесь закрепили нитку. Теперь пройдитесь по ходу плетения и закрепите нить еще пару раз. Сначала одну, а потом вставьте иголку сюда и закрепите вторую. И после того, как мы закрепили обе нити, мы берем ножницы, чик-чик, и обрезаем нитку под корень. Сначала одну, а потом вторую. Одна и вторая. Та-дам! Кстати, эти снежинки – часть нашего специального новогоднего проекта, который мы создали для вас вместе с Мариной Лизихиной, талантливым бисерным художником. Это снежная сказка, снежное бисерное волшебство, новогодний адвент-календарь. Переходите к нам в телеграм-канал, чтобы увидеть все снежинки этого проекта, потому что сейчас мы вам показываем здесь, на канале, только одну, но на самом деле их 30 штук. Так что переходите к нам в телеграм-канал, смотрите, какие еще бывают снежинки, присоединяйтесь к новогоднему волшебству, возьмите материалы, возьмите самое классное настроение, потому что сейчас будет происходить магия. Теперь мы делаем точно такую же. Делаем их две, потому что я хочу сережки. Кстати, кто из вас заметил, что они разные? На самом деле эти снежинки можно заканчивать двумя разными способами. Сейчас покажу поближе. Смотрите, первый способ это тот, который я показала вам на видео, когда у нас на кончике две бусинки, вот так. Второй способ, когда в последнем ряду вместо этих двух бусин мы вставляем одну, у нас получается вот так. Видите, здесь снежинка такая более аккуратная, миниатюрная, более острая у нее края, а вторая покрупнее, тоже очень красивая. Решайте сами, какой вариант будете делать вы. Я не смогла выбрать, сделала два, просто чтобы показать вам, что они выглядят обе прекрасно. И сейчас я покажу, как это превращать в сережку. Мы берем соединительное колечко, берем бейл. Я говорю, мы берем соединительное колечко, а сама держу плоскогубцы. Ну, так бывает. Берем соединительное колечко плоскогубцами, вторыми плоскогубцами, или тут у меня кримпер, что попадется под руку, берем, открываем это кольцо, берем снежинку и надеваем на колечко за крайнюю бусинку. Кстати, когда вы делаете украшение, сережки, тогда заканчиваете край вот так. Если вы делаете снежинку на елку, то можете уже делать по-другому. Дальше мы надеваем сюда бейл. Вторым инструментом я это колечко закрываю. Та-дам! У нас получается вот так. Мы превратили снежинку в подвеску. Теперь это можно повесить на швензы конга. Я возьму те сережки, которые у меня есть. Будет очень красиво. Сочетание двух металлов. Серебро, золото, белое. В общем, получается вот такая красота. Сережка выглядит вот так. И я сейчас ее примерю. Та-дам! Вот и все. Такая получилась красота. Делайте снежинки, сережки, украшайте елки, себя, подруг и весь мир вокруг. Не забудьте поставить лайк этому видео, потому что оно очень классное. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет еще очень много классных, красивых мастер-классов. И напишите что-нибудь приятное в комментариях. Каждый раз после выхода ролика и всегда-всегда-всегда иду в комментарии и смотрю, что вы мне там написали. Также присоединяйтесь к нам в наш телеграм-канал, в наш чат Бисерное Королевство. Все ссылки я оставляю для вас в описании под этим видео. Не забывайте, что самый лучший в мире бисер продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Ждем вас за покупками. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока-пока! Кстати, эти снежинки – часть нашего специального новогоднего проекта «Марафон снежных желаний». Что-то мне это напоминает, да? В стиле известных, печально известных марафонцев. Так, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok